Комментарии Игнатия Лапкина на Толкование Феофилакта, часть 5. Толкование на Матфея 14, 20, 21. «Ибо если не отпустит нам грехов и не уврачует недугов посредством крещения, то не напитает нас причащением причистых тайн тела и крови своей, так как никто, не крестившийся и не покаявшийся, не причащается». Комментарий Игнатия Лапкина. «Смотри пояснение выше о том, что такое истинное причащение и крещение, и в каком случае от них будет польза». Толкование на Матфея 17, 9. «Когда найдешь человека, светло представляющего мысль Писания, то пойми, что он ясно видит лице Иисусова, а если кроме того этот человек и объясняет самые выражения мысли, то видит и самые белые ризы Иисусовые, так как выражение мысли есть ее надежда». «Надежда», ой, простите, «так как выражение мысли есть ее одежда». «Комментарий Игнатия Лапкина. «В каждом храме, в каждой церкви должны быть глубоко верующие проповедники, изъясняющие смысл Писания, умеющие бороться с волками-ретиками. Эти знания должны быть у каждого христианина, тем и более в наше время, когда можно достать, приобрести книги, истолковывающие смысл священного Писания». Толкование на Матфея 21.7 «Сей-то домовладыка Христос исшел из недр отчих и нанимает делателей в виноградник, то есть для исполнения заповедей и исследования Писаний». Комментарий Игнатия Лапкина. «Господь ищет делателей на Ниву свою. Господь все делает в этом направлении руками людей, желающих сотрудничать с Ним. Нужно постоянно молиться о таких архиереях, епископов в церкви, которые пережили рождение свыше, у которых была встреча со Христом о тех, которые воистину крещены Духом Святым, которые любят Слово Божие и дело проповеди его ставят на первое место превыше всего. Тогда они будут искать подобных служителей и на низшие должности, а не держать возле себя людей по признаку личной преданности. Если нет проповеди в каком-либо приходе, нет духовного рождения, архиерей должен бить тревогу и вникнуть, почему вымирает вера в людях, почему наступила демографическая катастрофа в духовном плане. Сегодня говорят только о физической беде с рождаемостью, и из великих наций русская нация сегодня быстрее всего исчезает с лица земли. Православная церковь сегодня находится как бы в резервации, но уже не от безбожных властей, а от невозрожденных епископов. И это страшно. Может случиться, что православная вера вообще исчезнет и останутся только единицы верных Евангелию. Святые мужи об этом не раз говорили. Толкование на Матфея 20.29.34 Обрати внимание и на то, что слепые были язычники и исцелены от Христа мимоходом, потому что Христос пришел главным образом не для язычников, а для израильтян. И как слепцы познали Иисуса по слуху, так и язычники уверовали во Христа от слышания. Комментарий Игнатия Лапкина. Люди могут переменить свою жизнь, уверовать во Христа только через проповедь Евангелия. Священник на исповеди должен не просто слушать перечисления грехов, но в первую очередь расследовать, как этот человек оказался в церкви. Было ли у него истинное обращение ко Христу, рождение свыше. Вера не может быть спасительной, если она передается просто по наследству. От еврея может родиться еврей и от елена елен, но от христианина христианин родиться не может. Он должен им стать лично сам, уверовав во Христа, приняв его в свое сердце как лично своего, им избранного спасителя. Большинство, свыше 90% прихожан православных храмов обращены не через священное писание, а через посещение храма, через сновидения, чудеса, болезни. Через завещание родителей, через чтение каких-то книг, далеко не православных. Этим людям все нужно начинать сначала и уверовать через Евангелие. Не быть альпинистами на чуждых горах, но взойти ко Христу через Голгофу. В современной литературе практически не встречается описание случаев рождения свыше православных пастырей и их встречи со Христом, как это было у Саула. Доколе не будет установлен абсолютный непререкаемый авторитет Библии, до тех пор в людях будет не евангельская вера, а основанная на вымыслах и предрассудках, на обряда верии. Такая вера, конечно, ни в какой рай не вводит, ибо она не евангельская, не Христова. Толкование на Матфея 21.1.5 И до ныне двое разрешают нас от грехов. Апостол и Евангелие. Комментарий Игнатия Лапкина. Милостью Божией истинное понимание спасения, как видим, из толкования блаженного Феофилакта, было сохранено вплоть до 21 века. Хотим ли мы быть в числе слушателей... Апостол и Евангелие. Апостол и Евангелие. Апостол и Евангелие. Смотри, что там написано. Благодарю. Комментарий Игнатия Лапкина. Милостью Божией истинное понимание спасения, как видим, из толкования блаженного Феофилакта, было сохранено вплоть до 11 века. Хотим ли мы быть в числе слушателей этого чудного истолкователя из Болгарии, дивного грека Елена по рождению, с большой душой христианина. Своим толкованием он убеждает нас принять в свои сердца и дома чистое евангельское учение и авторов этого Евангелия святых апостолов. Нужно перебороть себя, провести полную ревизию в отношении своей веры. Обратившиеся от чародейства сожгли все свои учебники и книги, приобретенные ими за большую цену. Деяние 19.19. Но кто не имел встречи со Христом и с апостолами, кто не обратился прямо по Евангелию ко Христу, да просит Бога дать ему решимость сжечь в душе своей и разуме все, что не сходится с Библией. Невозрожденные пастыри в подавляющем большинстве рассеивают не свет Евангелия, а самый настоящий мрак. Они установили не авторитет Библии и святых апостолов, а свой личный, греховный. Знание Священного Писания, Святого Евангелия не требует длительных путешествий и даже, более того, удержит тебя от поиска чудес и сверхсомнительных мироточений, слеза и кровоточений, чего бы то ни было. Знание Евангелия и дружба с апостолами прямым путем выводят человека в фаворский свет Христа. Знание Евангелия – это конец блужданий, конец рабства греху. Человек не будет искать святые места, без пользы тратить время и деньги, но он, склониться у ног Иисуса, будет вникать в каждое слово Священного Писания. Бог наполнит его душу благомыслием и спокойствием. Деяние 17.11 Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Если человек не будет слушать, что написано в Новом Завете, в Евангелии святыми апостолами, а будет предпочитать другие наставления и иную литературу, то он в конце жизни и на страшном суде окажется с теми, к кому обращена речь апостола Павла, чудного проповедника Евангелия. Деяние 28.25.29 Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо, Дух Святый, сказал Отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. И тогда будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат, когда Он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. Толкование на Матфея 21.15.16 Заключалось всем и то утешение для апостолов, что и им дано будет слово, хотя они были и не ученые. И ты, если будешь не злобив, и будешь подобно младенцу с осадью духовное молоко, божественные слова, то удостоишься воспевать Богу песнь победную. Комментарий Игнатия Лапкина. Господь наш Иисус Христос постоянно обращался за доказательствами к написанному в Священном Писании. У человека должен быть навык к развлечению добра и зла, к развлечению того, что он слушает всюду, и тем более в храме. От Бога ли эти слова, или это только лишь искусственная подделка? Подавляющее большинство священников и архипастыри, как огня боятся Священного Писания, Святой Библии. Они не обращаются к ней за ответом, за прямым научением. Откуда же пастве придет желание знать толкование Евангелия? Сегодня ситуация такая, и она возникла далеко не вчера, а задолго до революции 1917 года. Народ совершенно не знает Слово Божие, и священники вполне довольны. Этой темной массой легко управлять. У их ног никто не будет сидеть и учиться, как Мария у ног Христа. Сегодняшние пастыри бдительно следят за тем, чтобы никто не знал хорошо Священное Писание, чтобы люди учились повторять какие-то заклинания, слова молитвы и ничего никогда не сверяли со Словом Божьим. Людям это нравится, и мир любит свое. А если кто что-то будет говорить из Библии, то его сразу же священники окрестят сектантом, баптистом и убедят народ, что эти знания Библии человеку дал Сатана, а не Бог. Но вот мы стараемся сделать доступным для людей не только уже Евангелие, но и толкование блаженного феофилакта, составленное им по толкованиям православных святых отцов в церкви, просто выделяя отдельные слова из его толкования о Писании, о проповеди. И оказалось, что православные священники и архиереи, сделавшись еще более дерзкими и непокоривыми Слову Божию, открыто восстают уже против самого этого толкования святых отцов. Это толкование архиепископа феофилакта глубоко православно и уж никак не сектантское. И однако дух противления истине, на котором возросли пастыри, бросает их в смертельную атаку против самого православия. Такие «ревнители» в кавычках чистоты православия наконец-то полностью обнаружили себя как врагов Евангелия и врагов апостолов. Если они не враги, они должны сегодня же переменить тактику обращения с прихожанами и не травить их своими вымыслами, но кормить чистым Словом Божьим, не поврежденным никакими примесями человеческого ума, точно по толкованию святой православной церкви. 1 Петра 2.2 «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Псалом 18.11.12 «Они – вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Толкование на Матфея 22.1.7 «Тельцы мои, и что откормлено заколото, означают ветхий и новый завет». Комментарий Игнатия Лапкина. «Дивный истолкователь подготавливает нас к небесному пиршеству, чтобы мы знали, какая трапеза уготована в вечности со Христом. Там будет все согласно Священного Писания, согласно Библии, книги, состоящие из Ветхого и Нового Завета». «Вся Библия до единой буквы и черточки божественна, дана от Бога. Все Священное Писание до единой строчки, головы и стиха поет Аллилуйя Создателю и Спасителю Иисусу Христу». Эта чудесная книга, книг, называется «Словом Божьим», тем же именем, что и Сам Иисус Христос. В Англии Теана 1.1 «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Библия дарует человеку жизнь, то есть Христа, и где нет Библии, Ветхого и Нового Завета, там нет жизни, нет Иисуса Распятого и Воскрешего». Иоанна 5.39 «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Филиппийцам 1.21 «Ибо для Меня жизнь Христос и смерть приобретение». Библия говорит о Христе сначала в образах, потом в истине, и об этом упитанном тельце, который стал для нас пищей. Прочтите несколько раз медленно, внимательно, Псалом 118. Всюду, где говорится Слово Твое, Закон Твой, Уставы Твои, Повеления Твои и другие названия Слова Божия, во всех этих местах мысленно может ставить Слово Библия. В 176 стихах этой 17-й кофизмы Слово Библия незримо, но ярко встречается 185 раз. Святые Отцы заповедуют читать этот Псалом ежедневно, кроме Воскресения. Сегодня по благословению Патриарха и усердием библейского общества выпущена отдельной книгой, большим форматом, Псалтирь на русском языке, 205 страниц. Ясно, с какой целью, чтобы могли читать и молиться по этой книге песен и вместе с детьми воспеть Иисусу Асану. Толкование на Матфея 23.1.3 Итак, нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по божественному закону, хотя бы он сам и не исполнял этого. Комментарий Игнатия Лапкина. Эти слова Феофилакта совершенно неприемлемы ныне в православной церкви. Едва православная церковь стала господствующей в римском государстве, как сразу же постарались сковать узы для Слова Божия. 2 Тимофея 2.9 Стали учить, что проповедовать Евангелие в храме могут только епископы. Священникам же это не дозволяется. Это были даже не узы, а пещерный каземат для живого Слова Божия. Позже несколько ослабили эти цепи, разрешили и священникам говорить Слово Божие, но не более того. Весь путь официальной церкви можно выразить короткой фразой. Приучить всех к тому, что никто из мирян не может в церкви проповедовать. Свидетель же говорит, что нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по Божественному закону. Любители забивать кляп в рот проповедникам всегда стараются показать несоответствие жизни проповедующего с тем, что он говорит, забывая пословицу, что «уча другого, я учусь сам». Апостол Павел встречался с подобной ситуацией, и вот как он на нее отреагировал. Филиппийцам 1.16.18 «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Священники должны полюбить эту фразу толкователя Евангелия «И приучить своих прихожан слушать Слово Божие от любого, кто бы он ни был, если он говорит правильно, не вопреки толкования святых отцов». Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило. Нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по божественному закону. Толкование на Матфея 23.3.13 «Потом, дабы ученики не подумали, что прежде чем они успеют совершить дело проповедания, кончится существование мира. Господь говорит, не ужасайтесь, ибо это еще не кончина, и с падением Иерусалима еще не наступит всеобщий конец». Комментарий Игнатия Лапкина. «Дело проповеди – это основа основ и выше всего, что есть на земле. Проповедь рождает новых чад церкви, которые потом будут участвовать и в богослужении. Нигде, ни в одном месте Библии нет того намека, что души будут возрождаться во время богослужения, во время литургии. Богослужение – это для уже обращенных ко Христу. Проповедники будут нести Слово Божие и при Антихристе, возвещая скорое пришествие Иисуса на землю. Заканчивая земное поприще, уже воскресший Господь заповедует ученикам находиться в столице Израиля и ждать обещанного Духа Святого. Третье лицо Святой Троицы. Труд Духа Святого многогранен и животворящий, но Господь Христос при расставании говорит только об одной стороне деятельности Утешителя, о вдохновении и о силе, о разуме и крепости, о знании и неутомимости, которые Он дарует для проповеди. Деяние 1.4.8 И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. Спаситель, Сын Преснодевы Марии, ни разу нигде не говорит о той роли богослужения и даже литургии, какую придают Ему сегодняшние треба исполнителей. Христос обещал облагодатствовать послушных Ему, даровать благодать, и это непременно должно было исполниться. В день Пятидесятницы, день основания Церкви Христа на земле, день сошествия Духа Святого, Дух Святой проявил себя именно в проповеди Евангелия через апостолов. В проповеди, а не в богослужении, не в таинствах, куда сегодня произвели абсолютно недопустимый перекос. Иоанна 1.16 И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Деяние 4.33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Святые отцы истолковали свойства благодати и объясняют ее как бы через рассматривание трех ступеней. Первое. В начале благодать призывающая проповедь через апостолов и их преемников, проповедь до концов вселенной, до последнего дня, до последнего поворота земли, проповедь призывающая к покаянию, к следованию за Иисусом Назореем, которого отныне уже не знаем по плоти. Второе. Коринфянам 5.16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Этой благодатью призывающей Дух Святой осенил в огненных языках, выразившихся во вселенской проповеди апостолов. Марка 1.15 И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проповедь заключалась в убеждении людей принять Христа как Спасителя, умершего за грехи, каждого человека, ставшего жертвой за наши грехи, и в приведении людей, к окрещению через покаяние. Деяние 8.36-39 Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Благодать, призывающая, на первой ступени требовала от покоряющихся Христу неимоверных усилий сломить сопротивление языческого мира. Эта благодать искала вместительные сосуды с глубокими знаниями Писания, каким был иудейский Равин Савл. Вторая. На второй ступени действует благодать обращающая, где от человека ничего не зависит, кроме молитвы и личного примера жизни. Первое. Коринфянам 3.7 Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Обратится ли человек от проповеди, даст ли семя, росток, коснется ли Господь через проповеди Духом Святым сердца слушателя, это зависит только от благодати обращающей, говорит Феофан Затворник. Третье. И на третьей ступени мы видим величественные храмы, купола, сонмы, архиереев и священников. Это таинство, благословение, богослужение, все служащее ко спасению и утверждению. Это та самая гостиница, в которую добрый самарянин отдает из раненых бесами. В этой гостинице есть те, кому доверены два динария, Ветхий и Новый Завет. Вся беда, горе, преступление, которое совершилось за тысячелетия в церкви, совершилось именно на этой ступени, потому что первые две были разрушены и преданы забвению. И заключается это в том, что без проповеди, без благодати призывающей, без встречи со Христом, без обращения от прежней тьмы и заблуждений к свету Евангелия, без благодати обращающей, без соделывания христианами. Всю силу, энергию, упор, все старания, все искусство посвятили третьей ступени благодати освящающей. И такая деятельность почти всех пастырей на третьей ступени есть страшное извращение сути и смысла благовестия Христова. Все, что делается в храмах, должно делаться с искренне верующими, рожденными свыше, облагодатствованными благодатью призывающей и благодатью обращающей. Сегодняшняя деятельность пастыря, работа с невозрожденными душами, есть вселенская ложь и антихристианство, страшный обман и языческое заблуждение. Начиная от самого низшего до патриарха, этим поражена вся церковь. У сектантов, у всех до единого, у всех протестантов дело обстоит иначе, но нисколько не лучше. У них исключительно хорошо поставлена работа на первой ступени. Проповедь, распространение миллионов Евангелий, Библии, это Божье дело. И благодать касается сердец слушающих. Люди обращаются от греха, призывают в молитвах Святую Троицу. Они признают, что Иисус умер за них, пролил за каждого из них свою причистую кровь. Они любят Христа и Библию и жертвуют за это подчас своей жизнью. У них преизобильно присутствует благодать призывающая. 1 Коринфянам 12 3 «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Лука 9 50 «И Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Благодать обращающая касается сердец людей, и они каются в грехах, дают обещания служить доброй совестью, но дальше они не идут. У них нет законно рукоположенного священства, хиротонии, идущего неразрывно от святых апостолов, и поэтому все их пастыри недействительны. Они прекрасные проповедники, но не священники. Они не могут преподать таинства и истинного благословения. Титул 1.5 «Для того я оставил тебя в крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам присвятеров, как я тебе приказывал». 1 Тимофею 4.14 «Не не ради о предбывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Деяние 14.23 «Рукоположив же им присвятеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Еврея 7.7 «Без всякого же прикословия меньший благословляется больше». О, если бы в православии появились эти первые две ступени благодати. О, если бы у сектантов появилась третья ступень благодати. Конец пятой части. «Рукоположив